Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео мы разберем тему, можно ли удалять татуировки СО2 углекислотным лазером. Давайте начнем. Я наблюдаю картину, что достаточно уважаемые клиники и медицинские центры, которые обладают большим парком современного и дорогостоящего оборудования, почему-то предлагают услугу лазерного удаления татуировок и татуажа и применяют при этом не специфические лазеры. Они используют не неодимовый Q-switch лазер, который является золотым стандартом для удаления тату во всем мире, а, например, углекислотный СО2 лазер. Ко мне обращались несколько пациентов после посещения таких сеансов удаления тату углекислотным лазером. При этом это стоит достаточно больших денег. Услуга удаления тату лазером есть в прайс-листе клиники, и сама услуга по факту действительно производится лазером, и здесь нет никакого противоречия. Но есть один юанс. СО2 лазер не предназначен для удаления тату. Углекислотный лазер или СО2 лазер или карбон-диоксидный лазер. Все это название одного прибора. Длина волны такого лазера составляет 10600 нанометров. Такой лазер может излучать как импульс в доли миллисекунды, так и непрерывно в течение десятков и сотен секунд, и имеет достаточно большой КПД и очень большую энергию. Но еще раз подчеркну, он не предназначен для бережного нетравматичного удаления искусственного пигмента из кожи. Отличительной особенностью СО2 лазера является то, что он вообще не чувствителен к наличию пигмента или его отсутствию в коже. Мы можем спокойно проводить процедуру омоложения и шлифовки шрамов, а это как раз основное предназначение углекислотного лазера в косметологии, даже на коже, на которой есть татуировка или татуаж. Когда пытаются СО2 лазером удалить татуировку или татуаж, то сам процесс удаления искусственного пигмента сводится к тому, что происходит выжигание кожи, потому что мишенью для углекислотного лазера являются молекулы воды. Происходит просто выпаривание тканей и формирование ожоговой поверхности. И если «повезет» в кавычках, то произойдет выпаривание кожи вместе с пигментом. Чаще всего на месте таких лазерных удалений тату при помощи неспецифического лазера формируются жесткие ожоговые поверхности, которые требуют длительного заживления, ухода и формируются рубцы. Поэтому я настоятельно советую специалистам не производить удаление тату лазерами для этого непредназначенными. Чудес не бывает и все, чего вы добьетесь, это ожоги и рубцовое изменение кожи у ваших пациентов. А пациентам, которые собираются удалять татуировки, я бы посоветовал уточнять, каким именно способом будет производиться лазерное удаление тату и какой лазер будет использован. Ключевыми словами здесь будут являться кусович технология, наносекундные импульсы, без травмы кожи, не требующие какого-либо зашивления. Эти фразы говорят, что будет использован специализированный лазер, предназначенный только для удаления тату. Если речь идет о том, что будет ожог, что нужен длительный уход и повязки, и идет обсуждение, что будет травматизация кожи, то пожалуйста остановитесь и уточните, а тот ли лазер и тот ли метод вам предлагают. Потому что лазер лазеру рознь и CO2 лазер не является специфическим для удаления пигмента из кожи. Поэтому будьте сознательными, беспокойтесь о своем здоровье и о целостности своей кожи. Выясняйте, какие типы лазеров используются в работе. Сейчас достаточно много информации в интернете. Посмотрите мой канал на ютубе и вам станет понятно, какое оборудование должно быть и от чего зависит конечный результат процедуры удаления тату. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока! С вами был Виталий Микрюков.